всем привет с вами канал art money сегодня мы с вами будем делать мацони домашние из магазинных продуктов у нас смотрите есть вот такой вот мацони это магазинная на эту баночку у нас был обзор на моем канале конечной заставки я оставлю ссылочку вот и также нам понадобится наше молочко здесь у меня пол-литра молоко у меня вот такое вот кувшин молока жирненькая продается она в самаре самарской области тольятти где-то вот так вот вы ищите у себя можете взять деревенское молоко если возьмете деревенское то обязательно его скипятите температура молока должна быть 40 градусов то есть мы берем с вами мизинец левой руки именно левой туда ее засовываем если не жжет пальчик все хорошо значит где-то 40 у меня не жжет довольно тепленькая так также нам понадобится конечно же пиалочка где мы все это с вами будем сейчас перемешивать размешивать открываем нашу мацони и мы возьмем мацони две чайные ложки вот она мацони ой капнул чуть-чуть 1 и 2 вот она мацони отсюда мы возьмем молочко наливаем сюда молочка да так же скажу это у нас с вами первый рецепт я нашла в интернете уйма много рецептов как сделать мацони дома поэтому мы с вами будем пробовать экспериментировать обязательно подписывайтесь на мой канал мой канал называется артмания и не пропустите новое видео который уже выйдет после этого с мы с вами попробуем узнаем какой она на вкус что как посмотрите мы уже с вами перемешали однородную массу и все это переливаем нашу наше молочко все перемешиваем закрываем все это крышкой смотрите есть тоже два варианта можно закрыть вот такой вот крышкой а можно закрыть салфеточкой я закрою крышкой все это закрываем теперь все это мы с вами накрываем одеялкой вот так вот чтобы ей было тепло желательно двумя одеялами чтобы там было тепло и и оставляем где-то на 5-6 часов здесь вот на столе при комнатной температуре ну вот у нас прошло пять часов я еще и накрывал сверху двумя полотенцами и давайте посмотрим что же у нас тут получилось такое открываем берем ложечку вот да смотрите что то получается тут у нас такая она уже не такая жидкая стала такая более маслянистая здесь вам видно немножечко хоть чуть-чуть вот но на самом деле это еще у нас не готова еще не готова и мы теперь с вами отправляем в холодильник отдыхать на целые сутки чтобы она отдохнула пришла в себя и получилось у нас уже настоящие мацони поэтому отправляем отдыхать и увидимся с вами через сутки для вас это пройдет одна секундочка для меня целые сутки и будем с вами ее пробовать наконец-то ну вот у нас прошли сутки простоялом в холодильнике здесь вот даже кстати видно что он такой поменялся и давайте же его откроем и посмотрим что же у нас внутри там так для этого нам понадобится конечно же ложечка и тарелочка наверное вот такая вот красивая тарелочка ну вот такая масса смотрите такая в принципе и то мацони оно было точно таким же и соответственно из молока у нас с вами получилось практически точно такой же мацони по виду давайте я залез туда поглубже посмотрим ну да практически тоже такой же оно не большими камушками не камушками а бугорками какими-то периодически так ну ничего так смотрите на вид оно довольно прикольно смотрится так так там я потом попробую еще оно сейчас холодное мне кажется если оно будет тепленькое то будет немножечко может быть даже и другим и давайте же я его сейчас попробую на вкус интересно какое же оно на вкус оно просто бесподобное оно вкусное оно нереально вкусное чуть-чуть есть капельку совсем аромат кефира то есть вот у того магазинного мацони был ярко выраженный вкус кефира то здесь совсем чуть-чуть аромат молока причем допустим вот это вот молоко которое я использую оно очень вкусное просто безумно вкусное и получилось конечно мацони невероятно вкусное то есть это бесподобное вкусное молоко плюс то мацони невероятно очень вкусное даже немножечко мне кажется оно сладенькое но молочко то да оно чуть-чуть сладковатое вкусно во рту не ощущается больно этих комочков естественно когда берешь мацони в рот оно немножечко так убегает что ли исчезает как-то так растворяется какое-то вот такое необычное непонятное ощущение но это вкусно слушайте это нереально вкусно я даже честно говоря не ожидала что будет настолько вкусно здесь как бы вот они комочки есть но они мне кажется хорошо растворяются вот тут вот то есть оно ну знаете честно говоря на вид чуть-чуть он похож на слайм ну и как бы вот видите я отодвигаю и он тут же сразу возвращается на место практически вот то есть вот оно но вкусно это стоит того это стоит сделать вот так же кстати вы допустим доедите можете купить опять молоко и следующее мацони делать уже из этого и мне кажется если допустим вот это вот мацони миллионы миллионы раз размножать то в конечном итоге в конечном результате у вас может получиться какое-то совершенно другое мацони то есть не настолько там допустим вот каких-то козявок много да может быть он более жидким может у вас получиться вот ой вот то есть ну как получается вы сделали мацони да у вас чуть-чуть там не доели да у вас осталось вы снова покупаете молоко опять полностью проходите этот рецепт как вот у нас был изначально оттуда вы добавляете ну то есть из этого мацони добавляете ну может наверное даже столовую ложку потом потом вы просто берете следующий мацони который у вас получился от него добавляете там со следующего следующего то есть вот так вот так вот так вот идет поэтапно да и у вас может получиться уже совершенно какой-то другой ароматный напиток вот но это очень вкусно и на вид он тут довольно хорошо выглядит мне нравится тут даже видно по бокам немножко сливки чуть-чуть там подходили вот то есть ну что-то может быть вам чуть-чуть будет видно и давайте посмотрим наверное в тарелочке поближе поближе так вот вам видно вот они козявки но они такие ненавязчивые козявки то есть они легко растворяются вот ну сейчас где же тут комочки вот это я тут комочки по моему чуть-чуть видела где же они делись то а ну вот вот в принципе она превращается в маленькие комочки то есть это маленькая козявка например она вот тут вот вот опять превращается в комочки такая ненавязчивая ненавязчивая козявка скажем так вот это был у нас с вами первый рецепт мацони которые напомню мы делали из самого мацони магазинного это у нас первый рецепт и мы будем с вами пробовать следующий рецепт он уже выйдет следующим через какое-то определенное время не знаю пока через какое но я думаю на ближайшее время выйдет это будет следующий потом рецепт потом еще и еще с вами будем пробовать пытаться интересоваться и посмотрим что же у нас получится какое в итоге получится мацони с разных продуктов разные будут результаты я думаю что вам очень понравился мой ролик и надеюсь что я вкус хорошо описала потому что это бесподобно вкусно это не похоже на кефир это больше похоже на мацони если допустим тот похож немножко на кефир с множеством козявок то здесь уже похож на мацони еще капельку займу вашего времени сбоку вид вот он пожалуйста тот мацони который мы сегодня с вами сделали он более кстати еще такой слизкий с него прямо она текет такой смотрите видите он холодный а это теплый магазинный вот смотрите другой у него как раз вот вкус кефир более а вот этот бесподобно вкусный всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания смотрите наши другие ролики наши обзоры обзоры на технику на другие продукты шоколадки сладости вкусняшки обзоры техники и куча куча всего интересного даже живопись у нас там есть и влоги как мы с сыночком живем путешествуем и отдыхаем подписывайтесь обязательно пишите комментарии пишите свои рецепты мацони или может быть я забыла что-то сказать какие-то советы я очень их люблю вот всякие советы мы еще с вами будем экспериментировать с мацони в ближайшее время и ставьте лайки вот такие вот лайки 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 и всем пока пока с вами был канал артмания